Этот дом с муралом на космическую тематику сразу бросается в глаза. Однако жители многоэтажки по бульвару юности 10 волнует вполне приземленная проблема. Несколько лет назад здесь был проведен капремонт. Часть проблем он решил, однако появились новые. По словам жильцов, большегрузная техника, задействованная на объекте, повредила тротуарную дорожку. Большинство пенсионеры имеют проблемы со здоровьем, а ходить здесь небезопасно, особенно зимой. У нас претензия, нам надо сделать хорошую нормальную дорожку. У нас много пенсионеров, с палочками ходят. И как нам ходить? Под наклоном сделана эта дорожка, а тротуарная, бордюра нет. А мы идем и спускаемся на проезжую часть, потому что мы не можем по этой скользкой идти. До самой музыкальной школы туда, до конца этого асфальта у нас такая плохая дорожка. А здесь вот еще, посмотрите, повыбивали вон ямы. Я вот этот, 10-й дом, я строил его в 80-м году. И посмотрите, вот бордюр весь давным-давно сломан, асфальт под уклоном. Зимой идти невозможно. Мы пенсионеры с клюшками находим, падаем. Жалобу пенсионеров стопроцентно поддерживает и коллектив детской школы искусств номер 2, ведь в этом доме расположен их филиал. Порядка 700 детей посещают это учреждение образования и уже были из-за тротуарных неровностей травмы. Администрация школы обращалась в исполком письменно с просьбой ремонта дороги, тротуара и дороги возле нашего дома по бульвару юности номер 10. Нам был дан ответ, что капитальный ремонт не планируется, а только ямочный ремонт. Но мы надеемся на то, что все-таки нам дорогу отремонтируют и наши обучающиеся, их родители, особенно в осенне-зимний период, не будут спотыкаться, ломать ноги. Потому что было такое, что и дети падали, родители тоже возмущались, почему в таком плохом состоянии находится тротуар и дорога возле учреждения образования. Уже на протяжении нескольких лет активисты движения за нормальную тротуарную дорожку пишут во всевозможные инстанции и получают ответы. Вот эту дорожку обломали. Когда делали, обшивали балконы, туда заезжала техника тяжелая, с люлькой, ставили сюда машину, ставили лапы вот это такие, вот это обломали, обломали, переломали. Мы же думали, что после ремонта приведут все в порядок, люди ходят. А осталось вот. Вот обращался один раз, второй раз. Вот последняя, буквально неделю назад, пишут, что ямошный ремонт сделан вот на дороге, да, сделан. Ну, это поскольку, поскольку нас интересует. Нас интересует, вот, чтобы мы ноги не ломали, понимаете. Пишут, ямошный ремонт сделал, в передвижении пешеходов затруднений нет. Ну, вот затруднений нет. Вот тебе сказали, но сил нет, у четвертый год. Еще одна проблема – это освещение. На всю округу один фонарь. Школа искусств работает до восьми вечера, а зимой в это время уже кромешная тьма. Еще очень важный вопрос – это освещение возле нашей школы. В осенне-зимний период рано темнеет, и приходится возвращаться и нашим родителям, и нашим работникам. Вот с телефонами включаем фонарь, чтобы дойти до, перейти вот эту дорожку к лидеру. У нас единственный фонарь, который освещает вот этот пятачок. Больше освещения на этой территории нет. Мы хотели бы попросить помощи, чтобы лучше осветили вот эту дорогу возле реабилитационного центра «Радуга». Те, кто обратился на телеканал, говорят, ничего сверхневозможного они не требуют. Просят только сделать им комфортную городскую черту на этом небольшом отрезке. А сюжет на телеканале – это возможность обратить на себя внимание. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».